Диалог с депутатом Родители начали подавать документы для зачисления детей в первый класс, но вот места, к сожалению, хватает не всем. Родители начинают дежурить возле школ даже с ночи, чтобы успеть подать документы. Скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, почему сложилась такая ситуация? Подобная ситуация складывается у нас уже не первый год, но хочется думать, что в этом году она все-таки менее ажиотажна, чем в прошлом, скажем. Это несмотря на то, что в этом году у нас в школы ожидается принять на тысячу первоклассников больше, чем это было в прошлом году. С чем это связано? На мой взгляд, причин несколько. Давайте рассмотрим их поэтапно. Ну, во-первых, у нас очень много возрастных школ, я говорила и повторяю в очередной раз, очень много возрастных школ, чьи возможности крайне скромны. Небольшое количество кабинетов, которые не позволяют принимать, скажем, первоклассников в 4-5 классов, а возможности это только 2 или 3 первых класса. А, допустим, эта школа стоит в микрорайоне или в районе, где строятся новостройки и где, разумеется, появляются дети, которые в этом году, в 2020-м, пойдут в первый класс. Первоклассники по числу первоклассники у нас растут, школы, к сожалению, нет. Далее. Активно, очень активно расстраивался у нас город одно время, да. И, на мой взгляд, очень недальновидная была застройка, поскольку строятся жилые дома, а инфраструктура, к сожалению, значительно опаздывала от роста и появления многоэтажных домов. Соответственно, эти дети, они остаются без школ на микроучастке. Очень часто родители сами выбирают школы не по микроучастку, желая отдать своего ребенка изначально, скажем, не в обычную среднюю общеобразовательную школу, а в лице или гимназию. А мы знаем, что по правилам первыми в школу принимаются заявления от детей, проживающих по микроучастку. И только в июле начнут принимать заявления от всех желающих. Поэтому, безусловно, родители, которые сталкивались с проблемой в прошлых годах, наслышаны от своих друзей, знакомых, близких с тем, что творилось в прошлом году, как сложно было попасть в школу. Иногда создают ситуацию искусственно, а иногда это действительно проблема только потому, что либо школа небольшая, ресурсы ее незначительны, либо ее полное отсутствие. И желание родителей дать своему ребенку хорошее образование, качественное образование и попасть в школу, опять же, которая в рейтинге одна из первых. Здесь я, конечно, хочу сказать, что департамент образования, прокуратура и администрация очень активно принимают все замечания и пожелания, реагируют на звонки родителей. Но хочу сказать, Максим, что, поверьте, ни у моих коллег-преподавателей, ни у директоров школ нет личного желания не принять какого-то ребенка, либо отказать ему. Это просто нарушение прав детей. Ко мне, как к депутату, не было обращений, связанных с тем, что вот такие нарушения были и необходимо разобраться. Хороший хозяйственник, застраивая город, застраивая микрорайон, в первую очередь должен подумать о том, что в этом микрорайоне будут жить юные амичи, которые должны посещать детский сад, посещать школу. Это то, что должно строиться одновременно с жилыми домами, с новостройками, многоэтажными домами, там, где численность населения сразу увеличивается значительно. И строительство школ и детских садов не должно, на мой взгляд, опаздывать, так скажем, от запуска жилых домов в эксплуатацию на несколько лет, потому что вот, собственно, этот момент и создает проблема. А мы знаем, что у нас в этом моменте проблемы происходят постоянно. Скажите, пожалуйста, вот вы говорили про недостаточные ресурсы школ, учителя, вот входят в эту категорию отсутствие учителей или недостаточное количество учителей? У нас кадровая проблема – это то, что, в общем-то, беспокоит всех руководителей, да, собственно, и самих коллег, потому что нагрузка, скажем, твоего коллеги, она ложится на тебя. Не секрет, что у нас очень многие преподаватели, очень многие учителя работают на две ставки, работают и в первую, и во вторую смену. Вот это показатель загруженности, кстати, школ, когда учебный процесс ведется в две смены, только потому что нет возможности, иной возможности решить проблему образования всех детей, которые обязаны и имеют право на то, чтобы получить образование по месту жительства. И, безусловно, когда не хватает преподавателей, загруженность тех, кто есть сейчас на посту непосредственно, и в тот же момент мы думаем о том, если есть возможность, появляется возможность открыть один дополнительный класс, а кто будет преподавать в этом классе? Есть ли у нас кадровый ресурс? Есть ли у нас возможность решить эту проблему? К сожалению, не всегда. И опять же, давайте не будем забывать, что учителя — это тоже живые люди, которые имеют свойство заболевать, к сожалению, уходить на больничный, у которых возникают какие-то проблемы личного характера. И в этот момент давайте одновременно подумаем с тем, если у учителя большая нагрузка и случились проблемы со здоровьем, на кого ляжет его нагрузка в тот момент, когда он будет поправлять свое здоровье и находиться на больничном, что вполне справедливо? Безусловно, это все сказывается в общем на населении. Нельзя сказать, что это проблема одной школы отдельно. Это проблема наша общая, нашего города, в первую очередь региона в целом. Ну, я так понимаю, аналогичная ситуация обстоит у нас и с детскими садами. Там тоже очереди, там тоже нехватка мест. Несмотря на то, что у нас в этом году обещают открыть 13 дополнительных групп в детских садах, здесь вы чем объясните ситуацию? Несколько лет назад у нас начался активный прирост населения. Можно было прогнозировать тот факт, что через несколько лет этим юным амичам потребуются детские сады и потребуются школы. Что должен сделать хозяин? Мы обычные с вами люди. Мы же планируем все, что происходит в нашем доме, в нашей семье. Мы пытаемся решать проблемы, и если они рождаются экспромтно, мы тоже ищем выход из ситуации. Хороший хозяин всегда прогнозирует ситуацию. Я уверена, что... Да не то, что уверена, я просто знаю, что есть возможность отслеживать численность населения, прогнозировать число первоклассников, дошколят, которым потребуются детские сады. Мы говорим о том, что в целом по городу на тысячу больше первоклассников, чем это было в прошлом году. Соответственно, у нас и детей, идущих в детский сад, с каждым годом прибавляется. Что такое 13 групп? 13 групп умножьте на 20-25 человек. Это вот та норма, больше которой не должно быть. Потому что это дошколята, это те люди, которые требуют к себе более пристального внимания, и одному воспитателю с таким количеством активных ребятишек очень сложно справиться. Поэтому искусственно увеличивать число детей в группах в детских садах тяжело. Давайте думать о людях тех, которые работают, и о детях тоже. 13 групп не решает проблемы, потому что численность очень большая. В свое время в городе не занимались решением этих проблем. И когда эта проблема стала разрастаться, мы стали получать те ажиотажи, которые сейчас получаем. Я сама непосредственно на прошлой неделе занималась вопросом детского сада. Я знаю, какая потребность в детских садах. И когда мы говорили на горсовете о бюджете на плановый период 20-21 годов, мы говорили, что да, все хорошо, что появляется решение каких-то социальных вопросов. Мы рады, мы ценим, говорим спасибо за то, что это происходит. Но, будем откровенны, для города-миллионника это незначительное. Одна школа, один детский сад – это не столь масштабное явление для города с таким огромным населением. И потом, мне кажется, это должно быть нормой. Это должно не удивлять, это должно происходить само по себе. Если мы говорим о том, что город развивается, город растет, а не находится в стагнации, в городе должны постоянно обновляться и школьные заведения, учебные заведения, и дошкольные. И тогда проблем не будет, ажиотажа не будет. А нам легко понять родителей, потому что для родителей нет никого дороже своего ребенка. Все желают, чтобы ребенок был присмотрен, ребенок получал, если мы говорим про детские сады, нормальное развитие, готовился к учебному заведению, к образованию в школе. Если мы говорим про школу, мы хотим, чтобы это был хороший педагог, в котором мы уверены. Мы переживаем за то, чтобы все предметы велись качественно и регулярно. Не было такого, что нет учителя, не ведется предмет, либо ведется, но не на постоянной основе. К сожалению, это вот то, что сейчас имеет место быть. И это и кадровые проблемы, и в дошкольных образовательных заведениях, и в школах, в лицеях, гимназиях, возможно, в меньшей степени, конечно. Все это необходимо решать. И для всего этого, Максим, нужна хорошая хозяйская рука и всегда взгляд на перспективу. Это мое мнение. Предлагаю поговорить теперь немножко о самих школьниках. На прошлой неделе у нас по всей стране прошел устный экзамен по русскому языку. Вот бытует мнение, что с каждым годом наши выпускники, школьники все хуже и хуже формулируют свои мысли. Согласны ли вы с этим мнением, и как вы думаете, связано ли это вот с такими нововведениями, как ОГЭ, ЕГЭ? Возможно, сейчас кто-то из телезрителей махмыльнется, возможно, даже покритикует, потому что я буду обращаться в первую очередь и говорить от своего лица, и говорить про период Советского Союза, поскольку я ребенок СССР. Я была отличницей в школе и с красным дипломом закончила университет. Любую информацию нам приходилось добывать самостоятельно. Вы знаете, наверное, третье в рейтинге посещаемых мест мною была библиотека. То есть дом-университет или дом-школа, а затем библиотека. Поскольку за любым материалом, за любой информацией приходилось обращаться к книгам. Это то, откуда мы брали информацию. К книгам и печатным изданием периодическим. Потому что все новости мы черпали из газет. И газеты, на мой взгляд, не было семьи, которая бы не выписывала газеты из журнала. Но, соответственно, о чем мы говорим? Недаром же бытует мнение, что в СССР была самая читающая страна, самое читающее население. Это действительно было так. Потому что, ну, к сожалению, на тот момент, вот тут, к сожалению, телевидение не было столь развито, каким оно является сейчас. И печатное издание – это то, что спасало нас постоянно. Разумеется, мы много читали, мы много писали, и мы много говорили. У нас не было интернета, у нас не было мобильной связи. И устная речь – это то, что присутствовало в нашей жизни постоянно. Сейчас, к сожалению, дети переходят на сокращение, поскольку они часто пользуются СМС-общением, где компьютерный сленг очень активен. Я хочу вам сказать, что вот в проектной деятельности дети даже выбирают темы. Тематика проектной деятельности, своих проектов – это компьютерный сленг. Потому что это та тема, которая им близка, знакома, и та тема, в которой они, ну, разбираются получше нас, наверное. Соответственно, всё то, с чем ты сталкиваешься постоянно и регулярно, оно становится частью твоей жизни. То есть вот это СМС-общение, краткое общение, отсутствие активной разговорной речи, откладывает свой отпечаток на устную речь, которая, ну да, к сожалению, становится достаточно скудной. У детей возникают проблемы при формулировании своих мыслей, при их выражении, поскольку это чисто профессиональные. Синонимические ряды страдают, построение развернутых ответов, витиеватая речь – это, наверное, то, что даже им непонятно. Вот такие словосочетания. Этому надо учиться. У Толстого, Агаты Кристи, которые писали предложения на полстраницы, и ты, возможно, можно даже задачу поставить, посчитать все знаки припинания. Безусловно, это факторы, которые приводят к скудности речи детей. Мы очень часто критикуем ОГЭ и ГЭ именно за этот момент. Ведь чего хотят от нас педагоги и дети в том числе? Взрослые детки, они уже разумные, они хорошо мыслят. И слава богу, большинство все-таки умеет говорить. Но это еще зависит от родителей. Если традиция читать книги сохраняется, если родители продолжают общаться дома, то есть это не только школьное общение на уроках, но еще и дома, когда родители еще достаточно развиты, это тоже некий бонус ребенку, плюс такой к общему развитию. Слава богу, есть дети, которые сохранили возможность и продолжают себя развивать в этом направлении. Общаться, говорить, правильно писать, правильно произносить слова. Родители ждут от нас подготовки к ОГЭ и ГЭ. Зачастую учителя уходят именно на тестовые задания, чтобы хотя бы на минимальный проходной балл научить ребенка выполнять задания. И уже об устной части речь не шла. И, безусловно, общество запереживало, потому что это ненормально, когда дети не умеют говорить. Экзамен, мы видим это из года в год, уже сколько лет существует ОГЭ и ГЭ. К сожалению, этим грешил. И, разумеется, вот, на мой взгляд, устная часть появилась после массовой критики формата экзамена. К сожалению, у нас ничего не бывает идеального. И введение этого устного экзамена, будем честно говорить, это дополнительное волнение и дополнительные переживания, а также проблемы, связанные с его организацией, которые возложены, опять же, на плечи учителей. Это все происходит в период учебного процесса. Если мы говорим о кадровой проблеме, то вы должны понимать, что проведение экзамена, устного экзамена, при наличии кадровой проблемы, ну, это проблема для организации в целом. Но хочется верить, что Министерство образования, науки, Департамент образования обратят внимание и будут думать не только о том, чтобы решить проблему, но еще решить ее так, чтобы не возникало других проблем при этом. То есть решать качественно, во благо и педагогов, и детей в первую очередь. Спасибо вам большое за эту беседу. Спасибо вам, Максим. А я напоминаю, у нас в гостях был депутат Омского городского совета от КПРФ Наталья Поршнева. Увидимся на нашем телеканале. Всего вам доброго. До свидания. До свидания, товарищи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова